На очереди у нас выступление Арутюна в рамках национального певца 2019, разбираем его чуткое исполнение композиций на восьмом гала-шоу и определяем, топ это или флоп, погнали разбирать. Друзяшечки мои, кто еще не знает, я Богдан, обязательно подпишись на мой канал, стань частью моей интернет-сими, будем вместе покорять музыкальное пространство Ютуба, о май гад, потому что музыка, музыка, еще раз музыка, объединяет нас с вами. Бесспорно, многие люди говорят, что Арутюна это уже победитель и нечего обсуждать, и так все понятно, но финальное выступление на талант-шоу всегда непредсказуемо и крайне тяжело определить, кто же тот самый заветный победитель, национальный певец Армении в 2019 году. Очень многое зависит от исполнения, а самое главное от того, как человек прочувствовал композицию. Наша задача с вами разобрать все тонкости этого выступления, актерская игра, мимика, жестикуляция, как человек органично выглядит на сцене с локациями, если они присущны, и обязательно поставить свою оценку от 1 до 10, чтобы определить, топ это или флоп. Давайте я сегодня буду меньше текста говорить, и по факту вот это, 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 понравилось, не понравилось и почему. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Вы, конечно, можете с ним и спорить, но мне кажется, что он несколько напряженный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Композиция, мелодия сама, похожа на восточную мантру. Мне нравится на сцене сочетание красных и синих тонов, цветов точнее. Напряжен, вы посмотрите, действительно чуть-чуть зажат. Я никогда раньше не видел такой небольшой, но тоже тревоги у Арутюна во время исполнения композиции. Для меня это странно, потому что Арутюн и Аня главные фавориты этого шоу. Конечно, Эдгар Витян и Анжела Витисян, все они хороши. Но Арутюн и Аня имеют опыт выступления на сцене. И вот в этот раз они такие прям, ух, зажатые, как будто первый раз выступают перед, я не знаю, родительским советом в школе. Я нахожусь в каком-то дезориентире, потому что не очень понимаю, что не так. Идея с барабанами очень хорошая. Я понял, почему он напряжение. Эту композицию вокально тяжело исполнять. И, видимо, в этот момент, когда он поет, он думает о том, дабы где бы не завысить на полтона, где бы не занизить. Ох! Идея с имитацией сердца на сцене мне понравилось. Я понял, почему он был зажат, потому что очень важно не залажать. Ты можешь понизить или повысить нотки на полтона во время исполнения композиции, и тут же сразу слышно, что что-то не так. Поэтому it's ok. Арутюн молодец. Но я не могу сказать, что этот номер у меня прям вызвал какие-то бешеные эмоции. Меня прям раздирало, как в прошлый раз. Иногда нужны такие спады, чтобы люди отошли немножечко от того феерического выступления эмоционального. И все, оно как-то так сгладилось, и постепенно мы вышли к финалу. Но сейчас позаценим вторую композицию и наверняка определим, насколько был Арутюн хорош. Мне нравится, что в этом выступлении у Арутюна достаточно нежный и очень чувственный голос. Он настолько созидает с помощью своего вокала композицию и рассказывает нам эту историю. Ну, блин, это классно. И здесь он для меня раскрывается чуть-чуть тоже с новой стороны. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как говорится, песня победителя удивил. Я могу смело сказать, что за первую композицию поставлю 5 из 10. Извини, плохо было. Плохо в том, что слишком ровненько, слишком привычно. А вот вторая композиция меня покорила. Она была честная, она была искренне 10 из 10. Однозначно, Арутюн был стабильно хорош, но смог раскрыться для нас как-то вот чуть-чуть с другого ракурса, что ли. Мне уже тяжело подбирать слова. Я настолько долго снимаю национальным певце. Порой заговариваюсь, потому что все слова, все метафоры, все какие-то сравнения применимые я уже применил. Не за грамме завершения шоу, а зрители просили, чтобы я снимал до самого конца. И с огромным удовольствием я буду комментировать до самой последней композиции в этом шоу первого сезона национального певца. Ребят, ну, конечно, мне очень важна ваша оценка, поэтому оцените выступление Арутюна в восьмом голо-шоу National Singer 2019 от 1 до 10. И напишите, давайте вместе провангуем, кто же победит, как вы думаете, потому что я думаю, это будет Арутюн. Но не буду загадывать, талант-шоу непредсказуемо абсолютно. Я очень благодарен, что вы остаетесь со мной, поэтому не прощаюсь, говорю до скорых встреч на моем канале Беспало Мьюзик.